Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня на вопросы зрителей об участках в Норпорте отвечает Юрий Мошет. Юрий, здравствуйте! Юрий, давайте повторим еще раз, какая на данный момент стоимость участка? Если покупаешь сразу участок, то цена за 10 соток 10 тысяч долларов. Если покупаешь в рассрочку на год, то стоимость участка 12 тысяч долларов, по 1000 долларов в месяц можно оплачивать. Хорошо. Главный вопрос наших зрителей. Как проходит сделка по покупке земельного участка, если покупатель находится в России? Дайте расширенный ответ. Все это можно сделать дистанционно. Для того, чтобы купить участок, нужно заполнить договор, написать свои данные, подписать его онлайн, прислать сюда в тайтл-компанию, которая занимается регистрацией. Никаких проблем в этом нет. В России, в Украине, в Казахстане, в Узбекистане, хоть в Антарктиде. Главное, чтобы у вас интернет там был. Вот и все. С кем заключается договор? С покупателем, с продавцом заключается договор. То есть не остаёт компания? Нет. Тайтл-компания является посредником. Документы она готова. Но ответственность несёт за продажу, конечно, продавец. Собственник. Хорошо. Какие сроки по покупке? То есть сколько это обычно занимает? От момента подписания договора до... Примерно месяц. Примерно месяц. Зависит от того ещё, насколько человек. Покупатель быстро подписывает. У нас были случаи, когда торопили-торопили, а потом, когда касалось, что вот всё, надо подписать договор. Кто-то уехал в отпуск. Ну, какие-то такие моменты бытовые, которые иногда просто откладывают к подписанию договора. Не было проколов ни разу, ни с одним клиентом. Все, кто хотели купить, купили и стали собственниками. То есть давайте ещё раз повторим для зрителей, чтобы было понятно. Подписывается договор, после этого происходит перечисление средств. Да. После этого перечисление средств происходит, и после того, как деньги поступают собственнику, то идёт отчуждение участка. И тайтл, это право собственности, переходит в новую владельцу. И весь процесс контролируется тайтл компанией. Да, и когда сделка завершена, тайтл компания выгружает эти сведения в муниципалитет. Ну, это здесь называется Каунти, Сассота Каунти. Это крупный город, который, ну, самый крупный к Норпорту имеется в виду. Куда входит и городок Норпорт. И вы увидите свою фамилию в системе. То есть это будет реестр собственности. И по этому реестру вы платите налог на участок. Налог небольшой, 2% от стоимости в среднем. Но получается, вот сейчас стоимость налога 300 долларов примерно в год. То есть это очень низкая цена. У зрителей также был вопрос, что такое тайтл страховка, title insurance. Необходимо ли ее оплачивать? Есть ли это что-то такое понятие? Ну, я не знаю, что входит в услуги тайтла. То есть как там они расписывают смету, делают, куда они девают эти деньги. Мы платим фиксированную стоимость и продавец, и покупатель. Это примерно 500 долларов стоит и входит туда все. И страховка в том числе. Но отдельно за страховку платить, я такого не слышу. Прямо отдельно надо заплатить по какому-то милу за страховку. Это будет какая-то конкретная тайтл компания? Есть ее названия? Разные. Нет, не обязательно. Бывает, что продавец рекомендует свою какую-то тайтл компанию. Но мы с двумя работаем. То есть это согласовывается в процессе общения продавца и покупателя? Да. Тайтл компания это частные компании. Но они очень сильно контролируются государством. Это как типа адвокатов, которые контролируют сделки. И они несут это ответственность. В России, наверное, похоже на нотариусов, да? Ну, что-то неплохо. Я думаю, что да. Хорошо. Юрий, спасибо большое за ответы на вопросы зрителей. И если у них будут появляться новые вопросы, я думаю, что мы обязательно просто хотел бы добавить, что многие в критику ставят, почему цена такая дешевая на участках. Может быть там что-то ненормальное с участками. Это рыночная цена в этом месте. С участками все нормально. Я сам лично там строю дом. Не просто купил участок, а уже заплатил за строительство. Получу в ближайшее время. Как только решительство получим и будет первая уже земельная работа на фундаменте, я покажу это все. Ну, наверное, если я сам доверяю этому месту и сам вкладываю свои деньги, а стоимость дома 224 тысячи долларов. Я даже, наверное, контракт покажу, чтобы в следующем видео запишем. И я вкладываю свои деньги в то место, в которое я верю. Я считаю, что это место всегда будет востребовано и всегда можно продать этот дом, если тебе нужны деньги, всегда можно задавать. Я тоже рассказал в предыдущих видео о статистике. Сколько домов там продается в этом даже маленьком городке Аномпорт. За сколько дома можно задавать. Это хорошая инвестиция. Это правильная инвестиция. Цена на участки только растет. Да, не сильно быстро. Она не может. Вы закупили за 10 тысяч. Завтра вы не продадите его за 20. Но через год вы продадите за 11, допустим. Я считаю, что это очень хорошее вложение. Если вы живете вне Америки, это хорошая инвестиция. И налог очень смешно. 300 долларов даже меньше, чем 2%. 2%. Это в среднем, я говорю. Потому что это зависит от камня. 300 долларов в год налог за участки. Это очень маленький налог. С домом будет не более 4 тысяч долларов. Плюс же еще в том, что это получается вложение в долларах. Конечно. Доллар стабилен, да. То есть, никуда ничего не пропадет. Земля, которую никто не украдет, никто не заберет. Конституция защищена. Право собственности на землю. Вы можете, если вы боитесь на себя оформлять, можете компанию открыть в Америке. Открыть на компанию. И несколько человек может владеть этой компанией. Например, вы там скинулись на двоих. Взяли по 5 тысяч долларов. Вот вам участок на двоих. Без проблем. Вот так вот. Спасибо большое. Пожалуйста.